Посол России в США был вызван Вашингтон после того, как американский беспилотник, который, как было установлено, взлетел из Румынии, был сбит российскими военным самолетами в нейтральных водах Черного моря. Американские официальные лица заявляют, что они были шокированы, наблюдая, как дрон был атакован. Власти США заявили о непрофессионализме российских пилотов. Инцидент расследуют американские военные. Инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Черным морем. Американский беспилотник МК-9 и два российских самолета Су-27 действовали примерно в 120 километрах к юго-западу от побережья Крымского полуострова. По сообщению New York Times, накануне утром беспилотник вылетел с авиабазы в Румынии для выполнения миссии по наблюдению за передвижениями российских войск в Крыму. Эти беспилотные летательные аппараты могут переносить ракеты Hellfire, но, по словам представителей Белого дома, беспилотник, отправленный на миссию, не был вооружен и выполнял разведывательную функцию. Дрон был перехвачен пилотами двух российских самолетов Сухой, которые подлетели к беспилотнику и выполняли вокруг него различные маневры. Источники из Пентагона, о которых цитирует американская пресса, утверждают, что российские летчики играли с беспилотником почти полчаса и не менее 19 раз пролетели под ним. Также в дрон плеснули горючим, что, скорее всего, заблокировало датчики видимости. Более того, официальные лица США утверждают, что один из российских самолетов разрушил винт беспилотника, из-за чего дрон и упал в море. Мы все еще проводим оценку, чтобы понять, что именно произошло, но я думаю, по действиям российских летчиков, понятно, что это было небезопасно и непрофессионально. Я думаю, что эти действия говорят сами за себя. Мы увидели, как истребители сбрасывали топливо перед этим беспилотником, а затем приближались к нему так близко, что фактически повредили винт МК-9. По нашим оценкам, это, вероятно, также нанесло некоторый урон и российскому самолету. Момент атаки в прямом эфире видели американские военные, находившиеся на военной базе «Рамштайн» в Германии. Кадры передавались непосредственно с беспилотника, который был атакован. Версия России от американской отличается. Москва утверждает, что российские истребители не сбивали американский беспилотник и что дрон США упал по другой причине. Более того, Россия и Америку обвиняют, утверждая, что эта ситуация – спланированная провокация. Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально. Не было контакта, не было использования никакого оружия нашими истребителями. И что вот этот беспилотный летательный аппарат, сделав резкий разворот, врезался в пространство. Аппарат летел с выключенными транспондерами, и он вошел в зону, о которой было определено, что это зона специальной военной операции. По международным каналам мы, Россия, предупредили всех об этом. Я считаю, что это настоящая провокация. Это провоцировали нас к каким-то определенным действиям, после чего можно было обвинить Россию, российских военных в каком-либо непрофессионализме. Пресс-секретарь Пентагона заявил, что Россия не поднимала беспилотник МКУ-9 со дна Черного моря. Однако перехват разговоров российских пилотов позволяет предположить, что русским военным удалось поднять на поверхность часть американского дрона. Продолжение, наблюдали какие-либо объекты и насколько хватит без слома вам прием? Подняли часть объекта. Что из себя представляет эта часть прием? Представляет собой кожух движителя внутреннего удержания. По информации Пентагона, подобный инцидент произошел впервые с момента вторжения России в Украину. Продолжение следует... Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...